Актуально, потому что мы должны праздновать то, что собрали, то, что наш урожай. Он должен дальше жить. Праздник в каждом городе. Это удовольствие, красота. Как глазу, так и душе. Супер. Это труд, который очень достоин большого уважения. Его надо оценить и почитать. Поэтому, я думаю, этот праздник будет вечным. Белорусы очень хлебосольные, гостеприимные люди. И надо праздники людям, чтобы тусоваться, чтобы расти над собой. Такого масштабного праздника Давид Городок еще не знал. С раннего утра здесь шумно, многолюдно, феерично. От изобилия красок, украшений и угощений глаза разбегаются. Тысячи гостей, километры торговых рядов, концертные площадки, количество которых не засчитать. Буйство запахов, ароматов и вкусов. Артисты, музыканты, ремесленники, рукодельницы. Каждый участник грандиозного, поражающего своими масштабами фестиваля старался внести свою лепту в общее дело. Без преувеличения готовились целый год. Мы старались сделать праздник для всех своих сельчан, гостей нашей Родины, нашей Белоруссии. И вот мы, наша композиция наша, мы старались сделать хату под старину. Мы собрали композиции, мы собирали рушники, нам свозили, люди своих бабушек привозили от своих бабушек. Тканые и ковры тканые, и вот вышитые. Это все старинное. Люблю эту работу. Я бываю ее вечером. Как день не зараблю, то вечером раблю. Вечер. Мои, дорогеньки, я люблю эту работу. Люблю-люблю. Заховаюсь от мужика, и он зачнился, и вышиваю. К слову, торговый городок Бреста был представлен такими производителями, как Савушкин продукт, Брестское мороженое, Санта и другими. Особо запомнился деликатесный уголок от Брестского мясокомбината. Композиция воплощала всю широту ассортимента и мастерство изготовителей. Мясной натюрморт притягивал внимание прохожих, которые тут же дегустировали новинки. Обойти все ряды за один день было и правда невозможно. Но вот пройти мимо хлебных изысков оказалось сложно. Все лакомства из зерна нового урожая, словно магнит, притягивали жителей и гостей праздника. Как всегда отличился берестейский пекарь. Их стенд заслужил особую любовь и отдельное внимание людей. Каждый, наверное, специалист на нашем предприятии отдал вот все те лучшие настроения, свои лучшие позитивы и лучшие эмоции для того, чтобы сегодня, опять же, на нас обратили внимание именно с точки зрения как специалистов, хлебопеков. То, что сегодня тот продукт, то сырье, которое на сегодняшний день есть в нашей республике, вот это тот потенциал, который будет в течение года радовать каждого из нас. Торжественное шествие героев жатвы во главе с губернатором региона Анатолием Лисом послужило стартом фестиваля хлеба. В 2017-м Брестская область внесла свой весомый и достойный вклад в республиканский хлебный коровай. И хотя в этом сезоне он не рекордный, но достаточно высокий – 1 миллион 200 тысяч тонн зерна. Значительная цифра. Хорошему итогу способствовала погода и, конечно, слаженный и скрупулезный труд аграриев. Я хотел бы выразить, прежде всего, благодарность всем, тем, кто участвовал в уборке. Это не только механизаторы, комбайнеры. Это большой отряд людей, которые принимал участие. Все, начиная, значит, я еще раз хочу, с комбайнеров, а прежде всего с тех, кто съел хлеб. Ну и продолжая, кто обслуживал, кто кормил, кто поздравлял, кто танцевал. Это все тоже очень важно. Поэтому я всех благодарю за то, что в этом году мы активно, хорошо поработали. Пожелать им, конечно, хотелось бы крепкого здоровья, успехов, а трудовым коллективам, чтобы они жили побогаче и заработную плату получали достойно. Свои особенности уборки были в каждом регионе, однако результаты у всех достойные. К слову, три района – Барановический, Пружанский и Каменецкий – преодолели рубеж по намолоту в 100 тысяч тонн. Хорошо сработали и хозяева нынешних дожинок – столинские аграрии, а самая высокая урожайность – в Брестском районе. Нам необходимо сеять больше озимых культур. И в этом году такую мы задачу поставили, 280 тысяч мы хотим посеять. Это будет около 65% всего клина. Вообще, где-то в некоторых районах нам и больше 70% надо сеять озимых. Если проблема есть, то мы не всегда успеваем почву готовить, но надо стараться тоже активно работать. Кроме этого, надо более серьезно относиться к технологии возделывания сельскохозяйственных культур, в том числе зерновых. Это подбор предшественников, внесение удобрений, средств защиты. То есть полностью должна технология соблюдаться. Размах праздника получился внушительным, и это объяснимо. Мадожинки – это фестиваль подведения итогов и награждения тех, кто в прямом смысле слова, денно и нощно, не покладая рук, работал на полях. Их основные хлопоты уже позади. Урожай в закромах, техника в гаражах. А потому самое время для парадных костюмов и красных лент через плечо. Руководители хозяйств, комбайнеры, инженеры, водители, агрономы, трактористы, машинисты. Возле главной сцены области свободных мест нет. Награждаемых 138 человек. В адрес тружеников аграрной отрасли области искренние поздравления и слова благодарности. Высокие премии лучшим комбайнерам. Им отдельный почет и уважение. Братья Сергей и Павел Шпаковские, который год вместе на уборочной вдвоем и получают заслуженные награды. Получается так. Как работаем, так и работаем. А в конце узнаем, что мы стали победителями. Земля родная всегда притягивает. Родители работали. И вот и мы продолжаем эту же работу. Выдержать уборку – тяжелый труд. Хлеб – это есть хлеб. Сегодня на празднике мы вручаем награды людям. Желание надо комбайнерам. И получится качество. И учащиеся в учреждении профессионально-технического образования. А вот следующие передвиги жатвы с трудом, но соглашаются на краткое интервью. Быть в центре – внимание приятно, но непривычно и очень волнительно. Все пошло от отца. Раннего возраста работал с отцом. Опыт передал сейчас с него. Ранний, младший возраст. За школу еще. Ходил в школу, работал в каникулах с ним. Вот и любовь пошла к уборке комбайна, к сельскому хозяйству. Выдержка, терпение. Ну и здоровье, конечно, чтобы было позволяло. Потому что вы сидите сегодня 12-14 часов за рулем. Это не каждый сможет, я так думаю. Спасибо вам. Трудновато, конечно, но справляемся пока что. Давид Городок обновился к областным дожинкам. Второе дыхание получили разные объекты. Школы, сады, общежития, детский дом творчества, кинотеатр, музей, жилые дома, помещения скорой помощи, благоустроенные улицы, отремонтированные дороги. К слову, проведение дожинок в Давид Городке послужило зарождению новой, хорошей традиции. Организации фестиваля в малых населенных пунктах. В следующем году эстафету примет город Высокое Каменецкого района. Такая форма проведения торжеств дает возможность придать новый облик небольшим населенным пунктам. Улучшает качество жизни жителей, делает все возможное, чтобы в городе было комфортно, безопасно и красиво.